История Папуши примечательна тем, что она сама научилась грамоте во творчестве. У кочевых цыган в Польше не было обучения, чтобы учить детей грамоте. Папушу тоже никто не учил грамоте. Она была самой обыкновенной девочкой. Она подметала на стоянки, носила воду и ходила в город гадать. Но у нее была тайна. Она сочиняла стихи. И чтобы их не забывать, она нашла грамотную женщину-европейку. И наконец-то Папушу научила эта женщина складывать буквы. Она начала читать вывески, старые газеты. Она упрашивала старые книжонки и убегала подальше от родителей и глаз, чтобы их прочитать. Папуша известна тем, что возглавила цыганский табор, который осел после 1949 года. Также она является автором стихов сборника Папуши, который издавался 25 раз. А в городе Гажу-Великопольский ей поставили памятник. Важно отметить, что биография Папуши легла в основу спектакля «Цыганская муза», поставленная театром романц. А ее именем была названа одна из цыганской язычной книги. Папуши легла в основу спектакля «Цыганская муза» и «Цыганская муза» и «Цыганская муза». Папуши легла в основу спектакля «Цыганская муза» и «Цыганская муза» и «Цыганская муза» и «Цыганская муза».